Вы хотите, чтобы вы могли осознать я, но не ясно ли, что оно, то есть это самое я, есть условие самосознания, и что условие не может содержаться в обусловленном. Условие не может содержаться в обусловленном, поэтому условие сознания в осознании никогда не может быть я. Каким же образом тогда о нем можно вообще некоторые теоретические конструкции осуществлять? Каким образом его можно вообще в философии тематизировать? И здесь Шелинг выдвигает довольно неожиданную концепцию, которая им в скрытой форме уже формулируется в трактате «Я как в принципе философия», но в по-настоящему внятной и, надо сказать, более популярной форме, развернутой в небольшом полемическом сочинении, которое им было опубликовано в 1795 году, сочинение, которое называется «Философские письма о догматизме и кредицизме». Значит, идея очень простая. Нет, прежде чем говорить о философских письмах, я должен еще одну очень важную вещь сказать о вот этой ситуации отношения безусловного обусловленного. Значит, мы помним, да, тем, той фактичностью, из которой мы исходим, когда мы пытаемся философскую проблематику артикулировать, является фактичность наличия некоторого познаваемого содержания, то есть наличие факта познания. Это означает, что то, что является условием возможности познания, оно само не должно подчиняться тем различиям, которые ситуацию познания определяют. А ситуацию познания определяют, прежде всего, какое фундаментальное различие? Различие между познаваемым и познающим, то есть между субъектом и объектом. Это различие между субъектом и объектом, оно обеспечивает мне одновременно, Кант это показал, что он пытается специально аргументировать, что это у Канта так, оно обеспечивается, это различие между познающим и познаваемым, то есть между субъектом и перцепцией, и теми представлениями, которые о перцепции запровождаются. Это различие одновременно обеспечивает определенное внутреннее логическое устройство нашего знания, а именно различие субъекта и притекатов суждений. Каким образом это делается, я не буду сейчас объяснять. Те, кто внимательно учение о категориях изучал, они докопаются, как эти вещи связаны. Но так или иначе, всякое познаваемое содержание, оно имеет с одной стороны форму взаимоотношения субъекта и объекта в гнициологическом плане, а с другой стороны имеет формальное устройство различия субъекта и притеката, потому что понятия этой притекаты возможно не нужны. И Шерен говорит нам, если условие не может содержаться в обусловленном, потому что оно есть то, что все отношения делают возможным, но этих отношений само не содержит, то это означает, что безусловное, оно не содержит в себе противоположность субъекта и объекта и не содержит в себе различия между субъектом и притекатом. Поэтому о нем невозможно ничего внятно высказать в какой бы то ни было определенной притекативной форме. Потому что эта форма годится только для тех вещей, которые уже к сфере обусловленного относятся. Потом он вернется к этой проблеме, так как концуешь то, что я сейчас об этом не буду говорить. Поэтому Шерен говорит, философия всегда имеет дело с вопросом о том, что лежит в основе взаимоотношения субъекта и объекта. Именно эту проблему впервые в ее чистоте, ее структурной максимальной ясности вскрыл Камп. Именно поэтому Шерен в философских писинах о догматизме и критицизме начинает свое рассуждение о кантовской системе с довольно неожиданного заявления, касающегося специфики кантовской философии. Шерен говорит, что кантовская философия это не система, которая может обсуждаться наряду с другими системами. Ибо критика чистого разума содержит не определенную философскую точку зрения, но некоторую реконструкцию проблемы, по отношению к которой все возможные философские точки зрения определяются и различаются. Поэтому в каком-то смысле это не отдельная философская доктрина, а некая метафилософская теория, которая артикурирует проблему общую для всевозможных разных философских позиций. И прежде всего для тех двух противоположных позиций, которые Кант, как вы помните, моделирует в критике чистого разума. А именно догматическая и критическая позиции. Поэтому, собственно говоря, было бы неправильно пытаться сделать из Канта представителя критической философии, которая противопоставляет себя догматической. Ибо, говорит Шеллинг, Кант на самом деле артикулирует принцип противопоставления, возможности противопоставления догматического и критического взгляда на философские проблемы. Почему это так? Для того, чтобы это уяснить, давайте посмотрим на один довольно любопытный фрагмент философских писем о догматическом и критическом, в частности, из четвертого письма. Я хочу сказать, что философские письма о догматическом и критическом и критическом сложный текст, потому что он очень контекстуализирован, он связан с определенными современными дискуссиями и тогдашними. И поэтому его трудно читать, и поэтому есть какие-то привилегированные вещи, привилегированные такие вот куски текста, где он не полемически активированный на определенные предложения формулирует. Да, формулирует вещи систематически важные. И это прежде всего четвертое письмо. И в четвертом письме Шевпинг говорит, с чем имеет дело критическая философия? Критическая философия имеет дело с вопросом о синтезе. Помните, да? О том, как возможно априорное синтетическое познание, как возможно синтетическое сжизнение формулия. То есть, говорит нам Шевпинг, он имеет дело с некоторой ситуацией, в которой мы имеем многообразие, соединяемое и сводимое вместе в некотором единстве. Понятно, да? Собственно, в этом природа синтеза и заключается. Это означает, что есть некоторый принцип, который отвечает за поставку многообразия. Это чувственность у камня. Есть принцип, который отвечает за некоторые синтетические действия, синтетическую связь, которые дают форму этого синтеза, обеспечивают единство этого синтеза и так далее. Это синтетическое достижение обеспечивается, помните, чем? Синтетическим единством оперцепции, и категориальным инструментарием, то есть априорными синтетическими понятиями, которые формальные характеристики всякого возможного объекта. Помните, да? Поэтому оказывается, что Кант моделирует эту ситуацию взаимоотношения между единством и множеством, как ситуацию, которая является фундаментальной для взаимоотношений между субъектом и объектом. Это означает, что ситуация, в которой мы имеем дело с синтезом многообразия и единства, это ситуация, в которой субъект и объект уже находятся по разные стороны некоторого противоболония. Понятно, да? Но, если мы спросим себя, как возможен синтез, то мы должны будем спросить себя, как возможна ситуация, в которой единство и многообразие противостоят друг другу и находятся в этом отношении противоболония. Но, как возможно, что субъект, имея дело с объектом, должен в противоборстве этому объекту, да, у него это единство и отвоенности. И когда мы это понимаем, да, то мы понимаем, что вопрос о том, как возможен синтез, отсылает нас к некоторому условию его возможности, но условию его возможности оно само не должно подчиняться тем правилам, под которыми синтез стоит. Поэтому Шерен говорит, синтез мыслим вообще лишь при двух условиях. Если понимать, то совершенно неожиданная вещь это. Во-первых, синтез мыслим при условии, что ему, то есть синтезу, предшествует абсолютное единство. Которое только в самом синтезе, то есть когда дано нечто противодействующее, множество, становится эмфирическим единством. До этого абсолютного единства критика способности познания подняться не может, ибо последнее, с чего она начинает, и есть тот синтез. Но тем очевиднее, что совершенная система должна исходить из этого единства. Почему синтезу пришедет абсолютное единство? Ну потому что между единством и многообразием есть какое-то отношение, да, А для любого отношения, для любого отношения, нужно некоторое основание, по которому соотносимые соотносятся. Это простое соображение поясняется на элементарной форме отношения, именно на отношении противоположных. Это вы от фихта уже должны были, в принципе, выяснить. Мы понимаем с вами, да, что если, предположим, правое и левое противоположны друг другу, то есть некоторый общий принцип, в силу которого они противоположны друг другу, потому что есть принцип различия направлений. Поэтому правое и синие не противоположны друг другу, а правое и левое противоположны. Значит, противоположны могут быть только те вещи, у которых есть терциум компрациолис. Но то общее, что лежит в основе противоположности, оно само не характеризуется противоположностью. Поэтому то, что лежит в основе всякого отношения, само не есть это отношение. Соответственно, то, что лежит в основе всех возможных отношений, само не содержит никаких отношений. Значит, не содержит различий. Значит, оно нам может быть дано только как абсолютное единство. Нетрудно понять, что есть абсолютное единство, значит, только в интеллектуальном созерцании не может быть доступен, потому что никаким другим способом, потому что все другое либо содержит многообразие, потому что это пространство временного характеристика подлежит, либо содержит многообразие, потому что оно дискуссивно строится из логических единиц, из логических элементов. Итак, во-первых, как бы до, в кавычках, до синтеза всегда некоторое абсолютное единство, без предпосылки которого синтез как синтез, мы не можем объяснять. Но это еще не все. Если синтез осуществляется, то он осуществляется уже из перспективы, когда единство утрачено, его уже нет. Но в то же время синтез куда-то направлен. Во-вторых, пишет Шелинг, синтез мыслим только при предпосылке, что он сам завершается абсолютным тезисом. Цель всякого синтеза есть тезис. То есть, некоторое единство, которое... Это второе условие всякого синтеза, которое, правда, находится на пути, который должна пройти критикоспособность познания, поскольку речь и все это о тезисе. Слушаем не исходной точкой, а завершением синтеза. То есть, оказывается, что ситуация противостояния субъекта и объекта, это ситуация, которая, как бы, срединное положение занимает. Между некоторой ситуацией, когда этого развлечения еще нет, и ситуацией, когда этого развлечения уже не будет, потому что синтез будет закончен. Понятно, да? Поэтому Шелинг говорит, собственно говоря, если внимательно посмотреть на кантовскую аргументацию, то станет понятно, что вот это и вот это представляют собой те координаты, которые, собственно, кантовской философией и обозначаются, как универсальные координаты всякой философской проблемы. В конечном счете всегда речь идет о чем? О том, как мыслить некоторую абсолютную предпосылку к соотнесенности субъекта и объекта. С одной стороны и с другой стороны, как мыслить преодоление противоположной субъекта и объекта, как некоторую цель осуществляя его субъекта. Нетрудно увидеть уже из этого соображения, что таким образом безусловное будет иметь как бы два облика в нашей консерции. Как абсолютное единство оно будет теоретически безусловным, а будет условием возможности знания. Как абсолютное теоретическое, оно будет практически безусловным, потому что как цель оно есть требуемое единство. То, которое поструживается, то, которое задается, как некоторая цель. Между этими двумя единствами, всегда утраченным и всегда подлежащим завоеванию и вновь приобретению, собственно, и весь космос человеческого познания и развиваться. Теперь давайте посмотрим на то, каким образом нам эти две точки попытаться мыслить. Когда мы это пытаемся сделать, то мы обнаруживаем довольно неожиданную вещь. Интуитивно понятно, что безусловное, которое лежит в основе противоположной субъекта и объекта, оно само не должно услежать противоположность, оно должно быть абсолютным тожеством субъекта и объекта. Возникает честный вопрос, каким образом мы можем мыслить отсутствие противоположности или отсутствие различия субъекта и объекта, если отправной точкой для нас является ситуация, когда между субъектом и объектом уже есть противоположность. То есть мы же не отсюда разворачиваем наши рассуждения, мы всегда находимся уже здесь. И с этим ничего нельзя поделать. Поэтому Шеллен говорит, как нам это из этой ситуации выйти. В принципе, логика простая. Если мы хотим различия между субъектом и объектом каким-то образом преодолеть, но при этом все равно имеем неустранимую разницу, номинальную хотя бы между субъектом и объектом, то мы можем мыслить только двумя способами. Или мы должны субъект целиком растворить в объекте. И мыслить безусловно и как абсолютный объект. А все формы субъективного или субъекта подобного только как модификация объекта. Да? Простите, я уже на немецкий перешел. Да? Или какая другая актернатива? Другая опция какая-то? Или наоборот, мы должны все объективное погрузить в субъект и показать, что все возможные формы объективности, да, они суть не что иное, как модификация субъекта. А теперь смотрите, что Шерен говорит. Хорошо. Если мы попробуем представить себе, да, как выглядит, да, как безусловная предпосылка единства и связи всяких содержаний, некоторая абсолютная, которая как абсолютный объект мыслиться. Мы получим понятие, сделавшись большую карьеру в философии, предшествующей два сквозных столетия. А именно понятие субстанции. Субстанция, собственно говоря, и есть абсолютный объект. Да? Причем имеется в виду субстанция в специфическом смысле. Понятно в каком. А именно в том смысле, какой слову субстанция определяет спиноза. Субстанция спиноза есть, мы помним, да, это как бы супервещь, да, лишь состояниями, модусами, модификациями, которые являются различные единичные вещи. Они вписаны как бы в внутренний порядок субстанции, потому что они из нее следуют. И то различие, которое мы обычно описываем как различие между субъектом и объектом, а именно различие между протяжением и мыслением, есть только два разных атрибута одной и той же субстанции, которые мыслятся по аналогии с объектом. Теперь давайте посмотрим, что мы получим, если, таким образом, теоретически безусловно в догматизме, а это догматизм у нас будет. Будет иметь вид субстанции. Спинозовской субстанции, которая, помните, как определяется им, деус, сила, субстанция, да, помните? Какой там третий член, сила? Сила натуры, совершенно верно. Да? Вот абсолютный объект. И если мы попробуем произвести обратную процедуру, да, и все объективное погрузим в субъект, да, какой вид приобретет безусловный принцип? С каким термином будет обозначаться? Если это будет, это будет я. Причем то самое я в том специально оговоренном смысле, который ему фихт не дал. Я как абсолютно самополагающий. Интересно, кстати говоря, что и в том, и в другом случае, да, структура внутреннего устройства, да, внутреннего устройства, это уже слово, оно будет аналогичным, да. Какая основная характеристика субстанции у спинозы? С спиноза, да, она есть, причина самой себя. Какая основная характеристика я у фихта? А? Да? Он полагает себя. Я полагает себя. Цицин. Только это, так сказать, объективированная версия, а это субъективированная версия. Понятно? Логика, да, шенгольского рассуждения. Еще интереснее все становится, когда мы спрашиваем, а как же выглядит практически безусловное? То есть, соответственно, по-разному выглядит метафизика. Вот, нет, можно попросить? Да, конечно. Как я могу понять, каким образом мы можем, если мы рассматриваем абсолютное единство, каким образом мы можем менять точку взгляда? То есть, как мы можем рассматривать абсолютно объекты, абсолютно субъекты? Ну, это будет две стороны одной сущности, или каким образом мы можем посмотреть на это абсолютное единство с двух различных ударов? Проблема заключается, ну, это, да, сейчас мы об этом поговорим. Дело в том, что проблема заключается, что сначала я должен хотя бы какое-нибудь представление об абсолютном завоевать. Хоть какое-нибудь. Для этого я должен вот от этой ситуации обусловленности, да, взойти как бы, да, туда, подняться к первопринципу, да? И как я могу подниматься к первопринципу? У меня, поскольку у меня уже есть ситуация обусловленности, да, то я, когда пытаюсь абстрагироваться от этого отношения, то у меня никак по-другому это не получается, кроме как от той стороны отношения вдвинуть в другую. Или как Шеренх потом, когда об этом говорит в трактате философии и религии, он говорит, как это себя обычно представляют? Да, как получается абсолютное то, что субъект и объект, да? Оно не получается таким образом, что мы берем в одну руку субъект в другой объект, и начинаем их тереть друг от друга, и ждем, пока они не сотрутся все до нуля, и ничего не останется. Да, так не получится, да? Нам нужно некоторое содержательное представление об абсолютном, и оно всегда как бы формулируется, исходя из вот этого различия. То есть мы можем... Ну хорошо, а дальше вот если мы об абсолютном объекте говорим, то у спинозы атрибуты, да, они относятся к относятся к субстанциям, но они же не сводятся друг к другу. В каком смысле они не сводятся друг к другу? Пишут, насколько я помню, пишут, что атрибуты личные, и они не сводимы друг к другу. Мы не можем мышление и протяженность свести друг к другу. Мы их не можем свести друг к другу в том смысле, что у них, в общем, является только порядок и связь элементов. А природа их различна. Но дело в том, что я хочу по этому поводу сказать две вещи. Одна вещь заключается в том, что соотносить вот это построение с реальным историческим спинозой можно только кунгранно-салис. Это нужно иметь в виду. Почему? Потому что у спиноза есть несколько загадочных вещей, а в дискуссии вокруг пантеизма и вокруг спиноза в конце XVIII века вообще не говорится. То есть у спиноза, например, есть там, есть, например, замечательное место, в оказывающем все когда проскакивают, когда говорят про субстанцию. То есть, помните, субстанция есть, на конке бок есть субстанция, и дальше он говорит, с бесконечным числом атрибутов, из которых нам известны только два, а именно протяжение и мышление. Это совершенно потрясающе, потому что это означает, это означает, да, и когда мы понимаем, что все конечные вещи суть модусы единой субстанции, а это означает, что такое же устройство всякая единичная вещь имеет, как и субстанция в целом имеет, а за ним модусы, то есть состояние. Это означает, что у каждой единичной вещи у нее есть параметры, которые протяженностью описываются, есть параметры, которые описываются в логической модели, которые закодированы на языке мышления могут быть, но на самом деле есть еще миллиарды атрибутов, которые нам не открыты никак. Это значит, что у любой вещи у нее еще есть бесконечное число свойств, про которые мы никогда не узнаем, потому что мы только под двумя атрибутами можем рассматривать. Протяжение мышления, да, а есть некоторые абсолютно неоткрываемые некоторые аспекты. И об этом обычно забывают, когда начинают рассекать про то, какой спиноза гиперрационалист, и как у него все целиком разлагается на некоторую инструктуру. Это на самом деле не совсем ярко. Но дело не в этом, да, это одно соображение, что это все-таки спиноза очень такой, очень схематизированный. Это как бы одно соображение. Другое соображение, необщематизированный заключается в том, что прежде чем мы поймем, что, то есть, в принципе, Шеринг в тенденции склоняется к тому, что философия должна подняться на ту позицию, с которой эта противоположность, она уже становится не существенной. Но мы до этого еще не добрались. Для того, чтобы это понять, нужно понять, что исторически философия всегда двигалась до сих пор в этом противоборстве двух программах. Пагматизм и критицизм. Есть философия, которая делает ставку на объект, есть философия, которая делает ставку на субъект. Но она делает ставку на объект или субъект не только потому, что есть для этого некая теоретическая процедура, которая то или другое обеспечивает. Погружение субъекта в объект и формулирование понятия субстанции. Или погружение объекта в субъект и формулирование учения о самополагании. Но еще и потому, что и в том, и в другом случае это имплицирует определенную практическую перспективу. Какую практическую перспективу? Давайте посмотрим, или как формулирует Шеллинг, что представляет собой мораль догматизма и что представляет собой мораль критицизма. Что представляет собой мораль догматизма? Если цель завершенного синтеза это восстановление абсолютной предпосылки, с исхождением из которой возникает ситуация познания. В чем заключается цель-синтеза? В том, чтобы субъект снова себя целиком вписал внутрь этого абсолютного объекта. Как это у спиноза выглядит, помните? У спиноза это называется amor dei intellectualis. Что такое интеллектуальное слово? Это познание необходимости. Причем такое познание необходимости, которое того, кто необходимость познает, не выделяет из этой цепи необходимости, а его тоже туда помещает. Это означает, что субъект сам себя осознает как модификацию абсолютного объекта. И это означает, что он в конечном счете себя рассматривает как звено объективного порядка, что неизбежно, естественно, приводит к отрицальному свободу, что спиноза идти. Поэтому понятно, что мораль догматизма это стоическая мораль, гиперстоическая даже можно сказать, гиперстоическая мораль помещения себя в контекст фаталистического железного порядка, понимание которого и есть, собственно, завод мудрости. Я люблю очень упоминать, есть замечательное место в одном из писем спиноза, где спиноза говорит, что в отсутствии мудрости у определенных людей, оно безошибочно диагностируется по одному простому параметру. Можно сказать, что человек потерял связь с мудростью в тот момент, когда он начинает сравнивать. Ценностные оценки? Нет, дело не в том, что... То есть он должен ко всему относиться равно, потому что все перечисляет свою... Нет, он должен ко всему относиться равно, потому что, чтобы к чему-то относиться не так, как к другому, я должен как бы оперировать представлением в альтернативе. Вот если я вдруг сажусь и начинаю, обдумывая свое положение, размышлять о том, почему же я не нахожусь в другом положении. И как было бы хорошо, если бы денег было бы побольше, и правители были бы мудрее, и жена была бы посимпатичнее. В тот момент, когда я это начинаю делать, я действую как глупец. Потому что мудрый не спрашивает, почему все обстоит не так, все обстоит так, а не по-другому. Он так вопрос не ставит, он понимает, что если что-то как-нибудь обстоит, то оно обстоит так, как надо. И сравнивать не нужно. И это отсутствие сравнения, и есть, собственно, достижение вписания себя внутрь этого порядка природы. Поэтому ему не нужна свобода. Признание абсолютной динаминированности. Это и есть, собственно говоря, мудрость настоящая. А как выглядит практически, безусловно, в критицизме? Если в конечном счете противостояние я и не я, оно должно быть преодолено. Почему оно должно быть так, чтобы я в я целиком, не я по целиком, а целиком полностью в я было. Оно будет выражено в представлении о мире или о реальности, которое целиком и полностью, всецело, полаганием я определяется. Как по своей форме, так и по своему содержанию. И это, собственно говоря, а мы это от фихта, на самом деле, уже знаем, фихта уже такие вещи, абробировал. И это, собственно говоря, и есть, говорит Шенек, настоящее содержание того практически безусловного, которое Канту выдвигает в качестве безусловного требования. Согласно Канту, как выглядит, согласно Канту, безусловное требование, именно нравственный закон. Как выглядит формулировка нравственного закон? Поступаешься и на так, чтобы максимум твоей воли, соответственно, твоего поступка, могла бы стать основным собственным правдом. Это значит, что в этой конструкции сформулировано формулозомное представление о мире, как он должен был бы быть устроен, чтобы он в одной моей субъективности целиком и полностью, как только ею определяемый, как бы универсальное значение мог бы иметь. То есть, поступая всегда так, чтобы максимум твоей воли могла бы стать основным собственным правдом, означает, рассматривая мир, как такую структуру, в которой в конечном счете все должно быть определяемо, инстанции субъекта. Поэтому категорический императив есть точная аналогия, структурная, но с тем, что представление об директальной любви к Богу. Но только если здесь ведущим понятием, направляющим мораль догматизма, есть понятие невыходимости, то в основе категорического императива, мы это с вами знаем, лежит требование автономии, в этом смысле требование свободы. Поэтому разница между догматизмом и критицизмом, это разница не только теоретическая, имея в виду метафизику субстанции или метафизику субъекта, но это еще и практическая разница, потому что кто имеет метафизику субстанции, тот всегда тяготеет к фатализму. И только тот, кто из метафизического примата субъекта исходит, тот вообще понимает, что такое свободы и какую ценность она может иметь. Потому что Платинсович он не в состоянии даже уяснить, почему с этой проблемой вообще надо носиться. Субъекта субъекта, для спиноза тут нет, это ксерто-проблемы. Поэтому оказывается, что в шеренбергской конструкции получается такая парадоксальная ситуация. Давайте посмотрим на эту схему, как на целую. Мы даже с вами говорили удивительную вещь, шеренберген. Когда мы это поняли, то мы понимаем, что с одной стороны противоположность между догматизмом и критецизмом, это противоположность, которая прежде всего направляется практическим решением, поэтому у него есть там места в письмах, где он говорит. Быть догматиком или быть критицистом, это как бы не вопрос теоретических отгументов, вопрос выбора. Хочешь быть свободным, это одна ситуация. А хочешь быть модусом субстанции, пожалуйста. Твой выбор, да? С одной стороны. Но с другой стороны понятно, что теоретик, который вот эту метафилософскую рефлексию сформулировал, он фактически утверждает, что традиционная метафизика, воплощением которой является спиноза для шеренбергских современников, и трансцендентальная философия, в той форме, в которой Кант сделал возможное, и Фихта это, так сказать, развернул, что это две философские концепции, которые представляют собой две транскрипции одного и того же содержания, одной и той же структуры, одной и той же проблемы. Понятно, да? То есть они конвертируются друг в друга, они переводимы один к одному друг к другу. Мы без труда увидим здесь ту же схему, которая применена к Платону и Канту, применена к примеру. Только теперь она ее применена к спинозе. И что это означает? Это означает, что настоящее понимание философской проблемы приходит тогда, когда мы понимаем, что эти две точки зрения, поскольку они из одного и того же принципа исходят. Что они не только конвертируемы друг в друга, но что, демонстрируя, что они конвертируемы друг в друга, мы можем показать, что между этими двумя позициями, объектом и субъектом, что между ними нет приоритета. То есть по-настоящему мы начинаем понимать, да, как выглядит абсолютно точно субъект и объект. Когда мы от таких попыток погрузить одну половинку в другую уходим, потому что мы поднимаемся над этими двумя позициями, да, и видим это отношение из перспективы абсолютного точно субъекта и объекта, который не есть абсолютный объект и не есть абсолютный субъект. Но как это можно сделать? Это можно сделать только одним способом, говорит Шеменов. И, собственно говоря, на этом мы, наверное, сегодня закончили. Это будет последний наш шаг на сегодня. Выглядит он будет так. Значит, если между субъектом и объектом на самом деле нет предположенности, то есть на самом деле и в абсолютном субъекте, и в абсолютном объекте, равно в неадекватной форме мы ищем выражение абсолютного точно субъекта и объекта. Это проблема нашей ограниченности определенной, да, что мы на первом шаге не можем иначе как абсолютный объект или как абсолютный субъект эти вещи помыслов. Если это так, да, то мы должны быть способны показать, что в какой бы полноте вы за исходную точку субъект не взяли, в нем латентно, объективно и всегда уже содержится, и из него может быть определенным образом извлечено и вырезано. Да? И наоборот, что мы можем взять за отправную точку объективное и показать, что в объективном всегда в латентной форме уже субъективное содержится, и что оно определенных методических процедур может быть оттуда извлечено. Понимаете? То есть, если между субъектом и объектом противоположность, да, это противоположность, которая корень свой имеет в некотором принципе, да, который не есть ни субъект, ни объект, то тогда, возможно, от субъекта к объекту перейти. То есть взять за начальную точку только субъект и показать, что там объект на самом деле всегда уже был, да, и всю полноту содержания объективного из субъекта эксплицировать, и это уже по поводу сделать. Да? И наоборот, можно взять объект, который кажется, что он голый объект, да, и обнаружить, что в нем субъектное, некоторая субъектная субъект всегда есть, да, и таким образом всю полноту субъективных характеристик, включая, как, процентальные функции, все эти ханглорские, да, вывести из объекта. И таким образом будет возможно, говорит нам Шеллинг, да, будет возможно осуществить такое двойственное движение, да, от объекта к субъекту, и от субъекта к объекту. И взаимная переводимость этих двух движений, она нам покажет, что на самом деле в основе этих двух тактов и лежит один и тот же грец. Таким образом, говорит Шеллинг, мы сможем кематизировать безусловные философии, не описывая его предметом. Почему? Потому что принцип абсолютного точности субъекта и объекта, да, он будет генамически продемонстрирован, благодаря тому, что мы покажем, как объект в субъект переходит, как субъект в объект переходит. Понятно, да? Поэтому, если строить как бы настоящую философскую концепцию, да, то она должна исходить не из того, что делать выбор между догматизмом и экритизмом, между идеализмом и реализмом, да, она должна показать, что идеализм и реализм, они друг в друга переходят. Что они, как бы, две стороны некоторой динамической структуры, что это не два и не две перспективы, а два момента некоторого такого двухтактного движения, как вдох и выдох. То есть у философии должны быть обе эти стороны, что если она вдохнула и не выдохнула, значит, что-то не так. Если выдохнула и не вдохнула, то тоже что-то не так. Если как бы чистый идеализм, значит, это труп. Если как бы голый реализм, то тоже труп. Настоящая живая философия, она дышать должна. Она должна все время и вдыхать, и выдыхать. И, собственно говоря, Шеллинг это реализует в такой идее, да, двуединой философской системы, которая состоит из двух дисциплин. Одну из них, а именно ту, которая начинает с субъекта, Шеллинг назвал трансцендентальным идеализмом, да, он начинает с я и из я все содержания объективной статистикции. Да, другая начинает с объекта, ее Шеллинг назвал натурфилософией, натурфилософией или философией природы. В природском языке запрещилась как природная натурфилософия. Значит, натурфилософия и трансцендентальный идеализм две необходимые, равноважные части философии. Но настоящим содержанием философии является не то и другое, а принцип структурной соотносимости этих двух дисциплин, которые своим взаимным переходом друг к другу, каждый из них ссылается на другую, видите, конец одной из них является началом другой. Они поэтому такой герметический круг составляют, если угодно. и благодаря этому указывают на некоторый, не тематизированный ни в одной из этих дисциплин, общий центр, вокруг которого они вращаются. То есть, эта ситуация примерно такая же, как точки окружности указывают на свой центр, но центр не принадлежит к окружности. Но своим взаимным отношением точки окружности все ссылаются на центр. И в этом смысле центр не есть точка, в которую можно уткнуть. Потому что она взаимным отношением расстояний между этими точками определяется. И точно так же в абсолютной идет мультипальцем. На абсолютное все ссылается в философии, но само оно в нем прямо герметизировано не может. И чтобы избежать этого прямого герметизирования абсолютного, втягивания его как бы в мир речей. Для этого Шаренка создал вот эту концепцию двуединой философии. О том, как он ее реализовал, да, эту доктрину, и каким образом он трансцендентальный идеализм и на ту философию содержательно развернул, об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Да? Сколько времени сейчас? Продолжение следует...